Первое, что все начинают спорить. Первое, что все начинают спорить. И каждое мнение не является критерием истинной. Но почему-то у нас у всех есть навязать свое мнение, хотя бы высказать свое мнение. Иной раз, даже в своей практике, человек приходится сказать, что ты споришь. Нет, я не спорю, я говорю свое мнение. А кому оно нужно? Так вот, я к чему это веду? К тому, что Престадеева Богородица, когда ей Архангел явил благую весть, она ничего не сказала. Не стал там свое мнение высказывать, не стал спрашивать. Ведь как нам сказали какую-то новость? А дальше что? А как? А чего? А почему? А от чего? Она же не стала ни спрашивать, ни спорить, ни высказывать свое мнение. Сейчас, кто из нас сейчас сможет удержаться от всех этих соблазнов, чтобы не сказать свое мнение? Чтобы получить, так сказать, весть от Бога и удержаться от своего собственного мнения. Редко кто. А ее дьявол искушал, но она не поддалась ни единому искушению. А могут возразить, что вот да, ей сам ангел принес весь, сам Бог ей сказал. Понятно, что тут спорить-то. А вот нам-то кто чего говорит? И нам сам Бог говорит. Нам сам Бог говорит через церковь, через священство. А мы спорим, с Богом, получается, спорим. Потому что священники говорят не то, что они думают. Если священник будет свое мнение высказывать, грош ему цена. Кому он нужен такой священник, который свои мысли... Люди так устают от своих мыслей. Друг другу навязывают. Священник всегда говорит то, что Бог говорит. То, что церковь говорит. Этим он ценен. И Божья Матерь явила нам пример смирения. Пример тот, который каждый из нас с вами может выполнить. Не надо думать, что там тяжело с собой бороться. Нам показано, каким мы должны быть. То есть, кротость и смирение – это две наших первых добродетели, которые должны с нами идти по всей нашей жизни. И, значит, если у нас будут эти качества, то и многие другие грехи не будут лезть в наши души. Всего хорошего. Добрый вечер. В понедельник, 27 сентября, подходит великий праздник воздвижения честного креста Господня. День, когда прячутся все змеи, уходят в землю, в норы свои. День, который является страшным днём для всей нечистой силы. Крест Господень был воздвигнут уже, ну, естественно, после того, как Господь Иисус Христос ушёл, вознёсся на небо. А именно история праздника такова. Иерусалим был разрушен римлянами, потом был захвачен арабскими войсками и турецкими впоследствии. И при императоре Константине была предпринята попытка разыскать крест Господень с благословением патриарха Макария и святого патриарха. И с участием этого патриарха нашли крест Господень. Кстати, на месте Голгофа было возведено языческое капище, оно было разрушено. И под обломками нашли три креста. Ну, ни у кого не было сомнений, какой из них крест Господень. Но, однако, для того, чтобы убедиться, тут сам случай послал возможность это проверить. Мимо проходила похоронная процессия, и покойника положили на крест Божий. И он воскрес. То есть на глазах у при большом стечении народа, у большого числа людей, там десятки тысяч людей присутствовали, значит, у всех на глазах свершилось такое великое чудо. Ну, естественно, всем было понятно, что это знамение Божие, что это явлен крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. И этот крест был воздвигнут, им осенялись люди, осенялся весь мир на все четыре стороны крестообразно. И это событие является одним из тоже ключевых событий в истории Церкви и в литургической практике Церкви. Это великий праздник. И сила креста – это, ну, самая высшая сила, если так сказать, после силы Божьей. Ну, действительно, крест имеет такую силу, потому что на нем был Господь распят. И, значит, очень часто нам сейчас приходится, особенно священникам сталкиваться с такой ситуацией, приходит батюшка, вот на меня порчу навели, вот меня там сглазили, вот проклятие мне какое-то на роду написано, там родовое проклятие. Что делать? Ну, во-первых, здесь надо всегда знать, что для тех, кто знает, что силы креста – самая великая сила, их никто никогда не сглазит, не испортит, не проклянет. Очень часто приходят и там, вот мне там какую-то соль под дверь подсыпать, какую-то землю, где-то там я иголки нахожу в квартире, или там в потолке, или там в косяках над дверью. И в такой панике, что ужас. А зачем паниковать? Перекрестить эту иголку – и всё. Всё. Ничего не будет никогда в жизни. И вообще, даже если человек не знает, что она есть, эта иголка, пускай она там висит где угодно, хоть в дверях, хоть в потолке, хоть в подушке. Главное, только не уколоться. Ну, потому что, может, в кровь попасть. Такие случаи бывают. То есть, чтобы не было, так сказать, механических вредных последствий. А у колодца не страшно, как таковое. Она зла не принесёт. Главное, если есть в душе крест у человека, на теле крест, ему никакая иголка, никакая соль ничего не сделает. Всё это происходит от нашего безверия. Мы забываем, мы не хотим верить, не хотим знать о том, что сила креста самая сильная в мире, во всём. Мы забываем об этом. Нам сказано, что, самим апостолом Павлом, что может явиться вам дьявол и в виде ангела, и в виде самого Господа Иисуса Христа, в виде Божьей Матери, но мы их должны перекрестить или заставить перекреститься. Если это дьявол, он исчезнет. Мы об этом забываем. То есть, насколько силён крест и нефистская сила просто-напросто бежит панически от крестного знамени. Почему мы это забываем? Если бы мы крестились утром, если бы мы имели крест в душе, ну, крест на теле сейчас все имеют, слава Богу, но надо ещё иметь в душе, то есть, веру, упование на крест Божий. Вот что имеется в виду. То есть, упование на силу креста. Можно сто крестов повесить, то есть, человек не верит в это, или, как сказать, его напугали, а он испугался, напугали проклятием, или там порчей, или сглазом, или ещё чем-нибудь, а он испугался, значит, он не верит. Предположим, если человек имеет, ну, большую силу, и выскочил мальчишка вот такой, ему там угрожает кулаком, ну, что он будет бояться? Он скажет, дядя, я тебя побью. Ну, посмеётся над ним. И будет нормальная реакция. А если этот взрослый мужчина бросится убегать от этого мальчишки, получится что? Получится уже абсурд. Точно так же происходит с нами. У нас грозные силы против дьявола. Крест Божий. А мы малодушничаем очень часто и совершаем вот эти вот глупости. Если будет мужчина, здоровый какой-нибудь там атлет, убегать от пятилетнего мальчишки, но для нас это уже будет явление как из ряда, из разделов психбольных. А когда на каждый день мы сталкиваемся с этими вещами, что люди, имеющие такую в душе силу, могущие иметь эту силу, и вдруг панически бояться какого-то там сглаза, какой-то там порчи, это ещё большее сумасшествие. И, естественно, дьявол своего достиг. Если человек испугался, значит, он пустил дьявола к себе. Потому что он пустил к себе зло, он пригласил к себе это. Потому дьявол и пугает. Теперь, почему мы так всё верим всяким целителям, экстрасенсам и прочим? Почему? Это же адепты дьявола, слуги дьявола. И часто приходится с людьми говорить, объясняешь, ну, они же молитвы читают. Ну и что? Бес тоже может молитвы читать. Ну и что? Это не значит, что он стал святым. Они молитвы для чего читают? Совершается акт кощунствования. Богохольство совершается. А мы уши, извините за выражение, развешиваем. И думаем, что если читают молитву, значит, это уже люди от Бога. А вот эти экстрасенсы и целители первым делом что совершают? Первое, что заявляют, ну, там, какие-то манипуляции проделывают руками, или там, не знаю, чем. И заявляют, на вас порча, на вас проклятие. Вот все, кто были у экстрасенсов, или там, у этих целителей, хоть кто один пришел, чтобы сказали, что у тебя все в порядке, у тебя нет ничего, у тебя, ты вообще здоровый, у тебя с душой все на месте. Все приходят, у всех порча, проклятие, там, сглаз, вине-то безбрача, там. Я еще раз уже говорил и говорю, ну, не берут человека замуж. Почему же это кто-то в этом должен быть виноват? Может быть, сама такая, может, грубая. Может быть, грехов много. Ведь, как все-таки, если девушка безнравственного поведения, то есть, блудного, естественно, ее никто не хочет брать замуж. Кому она такая нужна? А, естественно, она не хочет свои грехи признавать. Она ищет. Замуж всем хочется. Вот, надо идти к кому-то, чтобы тот снял там какой-то венец. Ну и что? Какой венец? Никих венцов не существует. Может быть, кому-то внешность ее не нравится, а может, ее прошлое не нравится. Так вот, первый наш, вернее, любой визит к экстрасенсам, к целителям, кончается чем? У вас, проклятие. Люди пугаются и начинают принимать какие-то меры. А для этого они как раз это и говорят. Чтобы испугать. Чтобы испугать. Нельзя никогда пугаться. Во-первых, к ним нельзя ходить, это уже грех. А во-вторых, нельзя пугаться. Потому что если человек испугался, значит, он уже отказывается от веры в Бога. Потому что, значит, дьявол сильней, раз я вроде верю в Бога, но испугался от дьявола. Значит, получается, что я не верю в Бога, не верю в силу Божию, верю в силу дьявольскую. Значит, я не верю в силу креста. Вот и все, дьявол своего достиг. Человек был рабом Божьим, стал рабом дьявола. И сейчас эти рабы дьявола пополняют ряды ада. То есть, казалось бы, в церковь ходят, и всё многие из них. А всяких там проклятий, порчей, сглазов боятся, или там друг про друга слухи распускают, там она колдунья, она делает. Пусть что хочет делать. Если крест со мной, никто никогда ничего не сделает. Нельзя бояться. Если мы боимся, то мы уже отказываемся от Бога, отказываемся от Христа Господня. И, получается, навлекаем на себя страдания и мучения. Потому что от дьявола блага не будет никогда. От дьявола будет только вред и зло. Как бы красиво не маскировалось это зло, как бы какими красивыми лозунгами и фантиками бы не упаковывалось, кроме зла уничтожения нас не будет ничего. А мы почему-то думаем, что можно там с помощью целителя, или там ещё какого-то снахаря от чего-то избавиться, какой-то там порчу. Во-первых, они же нам её по нашей глупости насадили, потом они с нас и пытаются снимать. Что это такое снять? Это значит с помощью одного беса выгнать другого беса. То есть один менее злой выходит, менее злой, но портящий тело. А более злой заходит, но портящий душу уже. Причём для дьявола тело так, дешёвко. А вот душа, это может долго питаться ей. Тело умрёт рано или поздно, а вот душа ещё поживёт. Ещё воду помучатся, и тоже это будет питаться. И мы, значит, получается, отказавшись от веры в крестное знамение в силу креста, тут же сдаём себя и тело, и душу дьявола. И он начинает над нами уже делать, что он находит нужно. То есть пожирать нас. А так вот, если бы мы помнили о том, что сила креста – это самая высшая сила, что против креста нет ничего, что трепещет и трясётся взирать даже на силу его, дьявол. То есть даже видеть креста боится нечистая сила. Но мы же это должны понимать. Если дьявол, если сатана боится видеть крест, даже вид креста его пугает, то нам тогда что бояться? У нас такое есть мощное оружие против нечистой силы. И воздвижение креста Господня – это явилось, ну, как правильно сказать, невозрождение христианства. Это нельзя сказать, потому что оно, так сказать, победно пошло по всему земному шару распространяться. Но, значит, были моменты, когда под натиском внешних врагов, иноверцев, люди начинали колебаться. И явление креста Господня дало опять человечеству вновь отрезвление, что если с нами Бог, то против нас никто. И мы забыли то, что императору Константину Великому был явлен на небе крест и звёзд, и надпись на небе – «Сим победиши». То есть им или этим победишем. Ну, дословно, этим победишем, то есть крестом победишем. И мы должны это знамение все нести через всю свою жизнь. Помнить, что только крестом мы можем победить дьявола и всю ту нечисть, которая пытается нас подмять под себя. Желаю всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова